Раз-раз Раз-раз-раз Раз-раз-раз Vika I'm starting now okay? Привет, друзья! Как дела? Welcome back to Be Fluent in Russian Podcast. Today I'll just talk about what happened this week, and what I did, and where I went, what I bought. I'll be as descriptive as I can, of course. This is very important for for you guys to also get the details, not just the facts. For all of you guys who are a bit more than just beginners, it's going to be interesting to listen to and maybe pick out some information or vocabulary that you don't currently have to your vocabulary, and I think it's going to be pretty interesting and pretty good. And also, join a Be Fluent class if you want to learn more Russian and learn it in a more, I guess, serious way with a lot of courses and exercises and Russian content, and cartoons and movies and shows translated into English, and with, of course, with the help of the subtitles, you can learn a lot about Russian too. So, let's talk about this week. Today is Saturday, and I'll talk about everything that happened almost day by day. This week was very difficult. I did a lot of things, I did a lot of interesting things, a lot of things, a lot of things that I did a lot of things, which I did a lot of things. In понедельник мы с женой переехали на новую квартиру. Мы переехали на новую квартиру, потому что на старой было очень шумно. Очень шумно. Мы жили возле улицы, мы жили в старом доме, и было всё слышно на улице. Машины, собаки, люди. Если человек курит на улице, то сразу дым у нас в квартире. Сразу. И поэтому мы решили найти новую квартиру, чтобы было тихо, спокойно, чтобы мы могли спать крепко. Спать крепко means to sleep tight. Чтобы мы могли спать крепко. So we could sleep tight. И мы нашли такую квартиру. Она ещё больше, чем прошлая. И у нас теперь очень много места, где мы можем отдыхать, смотреть фильмы, работать и так далее. Я и моя жена, мы работаем из дома. И поэтому нам очень важно, чтобы мы могли работать вместе. И чтобы мы могли работать вместе, нам нужно пространство. Пространство means space. We need space to work together well. Потому что, например, если у меня у жены урок, я должен сидеть тихо. Ну а если я хочу послушать музыку в наушниках хотя бы, то мне нужно, чтобы моя жена была в другой комнате. Чтобы я мог спокойно музыку слушать и чтобы её это не отвлекало. Поэтому эта квартира нам очень подходит и всё супер. В понедельник начало рабочей недели. И у нас сейчас идёт кэмп. И я каждый день готовлю материалы для кэмпа. Я снимаю видео, я записываю аудио, я проверяю домашние задания и так далее. В понедельник обычно немного уроков, индивидуальных уроков. Индивидуальных уроков means private sessions. Немного. Чуть-чуть. Может быть, две или три обычно. Потому что все люди начинают работать и, может быть, нет времени на русский язык. Я не знаю. Я думаю, что да. И поэтому у меня было больше времени, чтобы я мог сделать видео для кэмпа. Каждую неделю мы делаем контент. Каждую неделю мы делаем новые видео, новые уроки. И для этого мне нужно записывать аудио. Мне нужно делать видео также. И это очень сложный процесс. Потому что... Я забыл о чём хотел сказать. А, да. Это очень сложный процесс. Потому что тебе нужно внимательно относиться к каждому кадру. К каждому кадру means to every frame. You need to carefully approach every frame. И у тебя... тебе нужно очень много внимания этому уделить. You need to pay a lot of attention to that. I said that I'm gonna do it in a simple version as possible, but then I end up translating anyway. Yeah, I guess it didn't work. И поэтому понедельник был очень сложный день. Потому что у меня, может быть, было три видео, которые мне нужно было сделать. И очень много энергии уходит на монтаж. И очень много энергии уходит на это. Потом мы, так как это новая квартира здесь, мы поехали с женой в магазин. Купить постельное бельё, купить подушки, одеяло и так далее. Мы поехали в shopping mall, не знаю, как сказать, наверное, торговый центр. Торговый центр, да. И там купили одеяло, подушки и так далее. Мы купили качественные продукты, потому что... точнее, качественные вещи. Потому что мне хочется комфорта, мне хочется качественных вещей. И в русском языке есть такая фраза. Скупой платит дважды. Which means a stingy person pays twice. И это значит, что если ты сейчас заплатишь мало, ты купишь плохой продукт, потом ты ещё раз должен будешь купить. Один раз купил плохой продукт, ещё раз купил плохой продукт. Зачем? Если можно сразу купить хороший продукт. Вот. И поэтому мы купили хорошую одеяло, хорошие подушки, чтобы нам было комфортно. И правда, очень тёплое одеяло, очень мягкие подушки, комфортно спать. И я очень хорошо сплю, потому что здесь тихо, потому что у нас очень хороший матрас и всё супер. Также в понедельник после магазина мы купили продуктов, чтобы приготовить ужин. И моя жена приготовила нам ужин. Мы вместе поужинали и пошли спать. Сейчас я ложусь спать очень поздно. Может быть час ночи или двенадцать часов ночи. Я не знаю почему. Я не знаю почему так. Просто так. Просто. Без причины. У меня жена работает до одиннадцати вечера. И может быть поэтому мы всегда спим поздно. Вот. Не знаю. Может быть из-за этого, да. Но я хочу вставать рано. Я хочу вставать в шесть утра может быть. И спать ложиться может быть в десять или одиннадцать вечера. Это было бы идеально. Мне кажется, что такой режим будет самый лучший. Потому что ты просыпаешься и идёшь спать с восходом и заходом солнца. И это самый хороший естественный процесс, когда ты можешь иметь такой режим. When you can have such a regiment, such a regime, such a routine. Режим is a bit different. Maybe it's a bit more political regime. Окей. Вторник. Вторник тоже много работы. И тоже много видео. У нас на этой неделе, у нас была тема падежей, cases, для advanced группы. И на каждый день нужно было сделать видео. Я также сделал аудио, сделал видео и опубликовал этот урок. Затем у нас, так, у меня ошибка на экране. Ошибка на экране. It was like an error on the screen. Ошибка на экране. Good phrase. I guess I could cut this out, but I'm gonna keep this in. Окей. Вторник. Тоже много работы. Но мне эта работа очень нравится, потому что сейчас, когда идёт кэмп, это самое моё любимое время года. Потому что обычно я сижу возле компьютера, я пишу уроки, я делаю уроки. И мне трудно понять, полезно это или нет. Хорошо это или нет. Я не могу, потому что мне непонятно. Я не вижу обратной связи учеников. Обратная связь это фидбэк по-русски. И когда у нас кэмп, то я сразу вижу, что да, это хорошо. Да, это полезно. Мне ученики говорят, да, это отличный урок. Да, это хороший урок. И так далее. Я очень рад видеть, что людям это полезно. Это самое лучшее чувство у учителя, когда твои ученики, они развиваются. Когда они становятся лучше. Когда они говорят по-русски лучше. И это супер. Сейчас я делаю уроки. Я вижу, как людям это нравится. Когда это полезно. Да, конечно, мне очень трудно это делать. Очень много работы. Очень много ответственности. Ответственности means responsibility. Но это того стоит. It's worth it. Это того стоит. It's worth it. You can say that about anything in your life. It's worth it. Это того стоит. Нет. Среда была уже маленько легче. Легче, потому что в понедельник и вторник я также делал дела на среду. Я также делал немного дел, которые я должен сделать в среду. Поэтому среда была полегче. Но было много уроков. У меня, может быть, было 4 или 5 уроков. Может больше. Я не помню. В среду. И также у моей жены тоже было много уроков. И поэтому я делал дела по дому. Я убирался. Я покупал продукты. Я даже готовил завтрак. Что бывает очень редко. Но я готовил завтрак. Да. Я молодец. Я приготовил завтрак для меня, для себя и для моей жены. И, к сожалению, мы не смогли позавтракать вместе, потому что у нее были уроки подряд все утро. Подряд means back-to-back or in a row without breaks. И потом также, конечно же, я сел работать. И в среду был первый день, когда у меня было время немножко поиграть в компьютер. В компьютерные игры. Немножко. Чуть-чуть. С друзьями. Мы играем в Escape from Targov. Я не знаю, если вы знаете эту игру или нет. Очень сложная игра, но очень интересная игра. И я играл один. Потом мы играли с друзьями вместе. И мы вместе провели, наверное, часа два или три. И было супер. Было супер. Было здорово. Мне очень понравилось. Вот. Потом четверг и пятница. Также, разумеется, я много работал. Конечно. Мне это... Я... Я не могу не работать. I cannot not work. Потому что мне нравится. Мне нравится работать. И я даже пробовал взять отпуск. I wanted to take a vacation. Отпуск means vacation. И даже когда у меня был отпуск, я тоже работал. Я читал чаты. Я сидел, общался с нашими разработчиками, с нашими программистами, дизайнерами и так далее. Потому что мне это интересно. И мне этого не хватало, когда я хотел просто отдыхать. Вот. И четверг и пятница также у моей жены очень много уроков тоже в эти дни. Потому что в пятницу все хотят провести урок. И у меня тоже было много уроков. И это было здорово. Я очень люблю разговаривать с учениками по телефону. И также было много адвентств учеников в пятницу. И мы говорили на русском. И было супер. Я очень люблю разговаривать по-русски с учениками. И видеть, как им это помогает, как это им полезно. Это просто супер. Это самое лучшее чувство в мире для меня. Сегодня суббота. Сегодня утро. Сегодня я очень хорошо выспался. Потому что ночью было тихо. И я лег спать рано. Обычно мы, может быть, спим в два часа или один час. Вчера мы легли спать в двенадцать. У нас с женой, наверное, это может быть странно. Но мы каждую ночь, почти, почти каждую ночь, ложимся спать вместе. Почти каждую ночь. Может быть, если я хочу играть в компьютер долго, то я не ложусь спать. Или если у меня урок ночью, тоже бывает такое, то я не ложусь спать вместе с женой. Но обычно мы спим вместе. И это как у нас такая традиция, наверное, даже. Потому что, ну, да, такая традиция. У меня в семье папа и мама у них были разные, как бы, разный режим. И потому что папа работал, может быть, в девять часов утра. Мама работала очень рано в восемь часов утра. И поэтому папа мог спать позже. Мог лечь спать позже. Вот. Поэтому у них был разный режим. И поэтому для меня спать с моей женой вместе в одно и то же время, это необычно. Это непривычно. И поэтому, да, вчера мы вместе легли спать рано. И поэтому сегодня у меня много энергии. И сегодня я тоже буду работать. Потому что, когда кэмп, у меня нет выходных. I don't have weekends when I have the camp. Может быть, да, будет меньше работы выходные, но все равно я буду работать. И да, я рад, что сейчас я записываю этот подкаст. И все. Всем спасибо. До следующего раза. Until next time. Thank you everybody for listening. Hope this was useful. I tried to put in as much of the English translation for useful phrases as possible. But I hope this was a good enough listening practice as well. And again, join our Be Fluent class if you want to learn more about Russian. More courses, more content, more exercise for your learning. It will definitely speed up your learning. And I'll see you all next time during the talks with Victoria.